Это подкаст Сингенты. Уважаемые друзья, всем добрый день, и мы продолжаем нашу серию подкастов о болезнях картофеля. С вами я, Светлана Спеглазова, технический эксперт по картофелю компании Сингенты. Итак, сегодня мы поговорим о такой сложной болезни, как антракноз. Почему это важно? Проблема реально существует, но, к сожалению, значимость ее недооценена. При этом сейчас очень много экспертов, специалистов выступают с лекциями или с какими-то рассказами об этой болезни. Но, к сожалению, информация не всегда достоверна, не отражает сути биологии патогена и, соответственно, не отражает правильной стратегии борьбы с ним. Поэтому давайте разберемся, что это за болезнь, откуда она берется и как на самом деле вредит картофелю. На самом деле это удобная болезнь для тех, кто, например, реализует некачественный семенной материал. Потому что проявление антракноза достаточно легко спутать с бактериальными болезнями картофеля. Мы на эту тему неоднократно выпускали лекции, статьи, выступаем на семинарах, поэтому эта информация есть в доступе. Мы не будем сегодня это сравнивать, а поговорим конкретно об антракнозе. Ну и еще одна сложность, почему эта болезнь остается такой терроинкогнито для многих производителей, потому что меры контроля с ней не всегда прямые и не всегда очевидны. В других странах исследования по антракнозу ведутся достаточно давно, в нашей стране, к сожалению, таких масштабных исследований нет. Отдельные исследовательские лаборатории занимаются этой болезнью, но их, к сожалению, немного, и они не могут в полной мере уделить ей внимание для того, чтобы давать полноценные рекомендации по ее контролю. Впервые антракноз был описан еще в XIX веке, в 1834 году, и к настоящему моменту насчитывается более 50 видов этого патогена. Поражает он самые разные культуры, пожалуй, нет ни одной группы культурных растений, которые не подвергались бы этой болезни и не были бы описаны в литературе. Среди культурных растений те, которые участвуют в севообороте картофеля, поэтому добиться севооборотов очищения почвы от этой болезни достаточно сложно. В этом плане большой опыт по контролю антракноза в североамериканских странах США и в Канаде, потому что они уже разработали целые системы, целые стратегии контроля данного патогена. У нас же, к сожалению, мы сейчас, в общем-то, идем вслепую, где-то наступаем на те же грабли, поэтому знания о болезни пригодятся всем для ее контроля. Небольшая справка, откуда взялось название антракноз. Предположительно, оно происходит от слова антрацит, который означает уголь, потому что в литературе болезнь опишена как черные точки. И действительно, симптомы проявления болезни выглядят в виде этих черных точек либо на стеблях растений, либо на некротических пятнах на других частях растений, либо на клубнях. Еще одна историческая справка. Несмотря на то, что внимание к этой болезни проявляется только в последнее время, случаи массового проявления антракноза были описаны в 60-х, 70-х годах. А в 80-х годах в Ленинградской области поражение картофеля достигало 40%. Ну, теперь давайте перейдем непосредственно к самой болезни, откуда она берется и, соответственно, как с ней бороться. Мицелий грибов рода Калитотрихум существует в почве практически повсеместно. И существует он в достаточно широком диапазоне температур, от 5 до почти 40 градусов Цельсия. То есть температурные стрессы этой болезни не страшны. Развитие антракноза, согласно литературным источникам и первым исследованиям, чаще всего наблюдается в сухую жаркую погоду. Но, однако, даже в теплую и сырую погоду развитие болезней происходит достаточно стремительно. И именно во влажных условиях развитие болезней приобретает вид гниющих растений. В сухую погоду это все-таки больше высыхание надземной или подземной части растений. Еще один важный биологический факт об этом патогене – то, что инкубационный период, то есть от момента заражения до момента проявления болезней, проходит достаточно длительное время. У антракноза этот инкубационный период составляет 35-45 суток. То есть увидеть проявление болезни на всходах картофеля практически невозможно. Проявление болезни начинается тогда, когда у картофеля ослабевает иммунитет. Это в чем-то роднит антракноз с проявлениями альтернариоза, тоже болезнью ослабленных растений, но и делает его самостоятельным. То есть опять у картофеля падает иммунитет, антракноз начинает проявляться достаточно сильно и достаточно быстро уничтожать всю ботву картофеля. В связи с этим этой болезни больше подвержены ранние сорта. Нет какой-то чёткой сортовой привязки, потому что на устойчивость к антракнозу исследовались разные сорта. Но если коснуться биологии и самого патогена, и растений картофеля, то чем раньше сорт начинает увядать, чем раньше растение входит в фазу увядания, тем более они уязвимы для таких болезней, как антракноз. Каковы же потери от этой болезни? Если мы опять обратимся к литературным источникам, то потери описываются примерно как 30%. Но по факту на полях иногда полностью происходит гибель ботвы из-за вот этого раннего развития антракноза. Нет ботвы, нет клубней, нет урожая. Вдобавок антракноз, помимо того, что он высушивает надземную часть, он высушивает и корневую систему растений. А если у растений отсутствует вегетативная масса, откуда взяться урожаем? Поэтому с этой болезнью надо бороться. Откуда же болезнь берётся? Больные посадочные клубни и почва являются основными источниками инфекции. У нас, к сожалению, никогда не проводился мониторинг почвы на заражённость антракнозом. Ну, в научных учреждениях просто нет таких возможностей. Но доказанный факт, что если антракноз был занесён в почву вместе с семенным материалом, он, к сожалению, из этой почвы никуда не денется. Ещё несколько цифр об антракнозе. При попадании в почву с клубня антракноз начинает прорастать в окружающую, в данном случае, ризосферу со скоростью 1 мм в день. То есть представьте себе, если инкубационный период 40-45 дней, то через 40-45 дней антракноз уже практически захватывает корневую систему картофеля. Ещё несколько цифр. В чём опасность антракноза и его развитие в поздние периоды вегетации? Исследования в США показали, что если в период перед уборкой картофеля, когда ботва уже сожжена или увяла сама собой, проходят дожди или по какой-то причине включается орошение, то заражённость клубни антракнозом увеличивается в 2 раза. Мало побороть болезнь в период вегетации, но и перед самой уборкой надо предпринимать меры для защиты клубни от неё. Симптомы антракноза описаны достаточно широко в литературе, тем не менее напомню, как это выглядит. На стеблях происходит постепенное засыхание, и эта инфекция распространяется от почвы. Точно так же гриб действует вглубь, высушивая корневую систему. Постепенно пятна желтеют, стебель в этом месте засыхает, сыхается. Во влажную погоду происходит загнивание стеблей. В сухую погоду стебли высыхают, и на них образуются те самые чёрные угольные точки склероции патогена. С помощью именно этих склероциев он перезимовывает, остаётся в почве, и выбить его оттуда севооборотом практически невозможно. Можно снизить его количество, но не убрать его, к сожалению, полностью. Как же контролировать антракноз? Единого способа борьбы не существует. Как я уже сказала, в других странах, где эта болезнь известна давно, выработана стратегия контроля антракноза. Первое – соблюдение севооборота. Всё-таки при севообороте с культурами, которые не восприимчивы к данной болезни, это, например, крестоцветные культуры, происходит некоторое сокращение инфекции в почве. Здоровый семенной материал. Смотрите, это относится почти ко всем болезням, а к антракнозу особенно, потому что занести его с семенами можно, а убрать, к сожалению, уже нельзя. И все семена, которые будут выращиваться на этой почве, потенциально будут заражены этой болезнью. Грамотная диагностика позволит разобраться, чем заражён клубень. И в основном антракноз по его проявлениям на клубнях путают с паршой серебристой. Но любая лаборатория, обладающая микроскопом, поможет различить эти два патогена. И если паршу серебристую можно достаточно легко контролировать с помощью большинства препаратов для предпосадочной обработки, то при обнаружении антракноза надо принимать особые меры. Ну и диссекация ботвы перед уборкой. То есть из агротехнических мероприятий, обработки фунгицидами, о которых сейчас поговорим, и диссекация ботвы – это два самых значимых мероприятия, которые позволяют снизить количество болезней. Но перейдём к химическим методам контроля. Как мы понимаем, это не панацея, потому что можно сократить количество болезней, но очень сложно убрать её полностью. Тем не менее, обработка клубней перед посадкой, такими как Vibrant Stop или Seles Stop, значительно снизит опасность семенной инфекции, потому что она фиксирует инфекцию на семенных клубнях и не позволяет ей выходить в почву и осуществлять заражение и прорастание в зону залегания картофеля. Применение при посадке фунгицидов на основе азоксистропина – это Uniform, это Quadris – давно зарекомендовало себя как эталон контроля антракноза как семенной, так и почвенной инфекции. Дело в том, что эти фунгициды для внесения в почву действуют достаточно длительное время и не просто обеззараживают ту зону ризосферы, куда попадает инфекция с семян, но и препятствуют заражению растения почвенной инфекцией. Даже если патоген находится в почве, эти фунгициды впитываются корнями растений, и растение просто не получает заражения. А период их действия около 70 дней позволяет защитить в том числе и клубни нового урожая. Ну и повторюсь, предуборочная диссекация – это мероприятие, которое позволяет снизить зараженность полей многими патогенами, как фитофторозом, альтернариозом, так и антракнозом, также способствует тому, что клубни заражаются меньше. Ну и еще один маленький момент. Для того, чтобы предотвратить развитие антракноза в период вегетации, обработки фунгицидами, эффективными против данного патогена, позволяют снизить зараженность клубней в конце. Препарат Ревустоп. У него есть прекрасное действие на антракноз, конечно, на ту часть, которая находится над почвой, но, тем не менее, достаточно значительное количество инфекций благодаря этим обработкам не попадает на наш клуб. Сегодня мы поговорили об антракнозе и стратегии борьбы с ним. С вами была Светлана Спеглазова, технический эксперт по картофелю. Всего доброго и до новых встреч!